Приветствую вас, други! Вы знаете, сегодня нас ждет не самый обычный выпуск, выбор есть. Во-первых, нет никакого Павла. Павла никакого нет. Он занимается какими-то своими важными делами, зато у нас есть договоренность. Этот день мы проведем на гоночном треке, и поэтому мы выбираем максимально подходящее для условий динамичного передвижения, резких перестроений и вообще всего витаминизированного спортивного автомобиля. И, зная Павла, думаю, что он выберет какого-нибудь настоящего, генетически подготовленного к спорту немца. Я же выбрал автомобиль, который ни внешним видом, ни типом кузова, как будто бы ничего не заявляет о спорте, и уж тем более об агрессии. Но поверьте мне, за этой внешностью скрывается... Как минимум там скрываются два электромотора, по одному на каждой оси, и именно поэтому начать сегодняшнее приключение я решил на станции зарядки электромобилей. Приехал сюда, чтобы купить стаканчик кофе, потому что этот электромобиль электричеством можно не заряжать вообще никогда. Интригует? Я думаю, да. Подробности последуют. Привет, друзья! Сегодня ровно половина программы «Выбор есть» будет отведена легендарному немецкому бренду со спортивной историей. Это Порше. Но, увы, не 911-е. Вы же знаете, что в последнее время эта компания зарабатывает не на спорткарах, а на банальных кроссоверах типа Каена. Однако потом они пошли дальше и сделали специальную версию для девчонок. Это уменьшенный Каен или Порше Макан. Машина получилась настолько удачной и настолько популярной по обе стороны океана, еще и в Китае, что даже сейчас, когда наступает электрическая эра для Макана, немцы решили продавать параллельно и новый электрический Макан, и старый бензиновый. Ну что ж, погнали! «Сирис М5» – последовательно гибридный электромобиль в первую очередь. Это важно понимать. Автомобиль полноприводный. Механической связи между бензиновым двигателем и колесами этого автомобиля не существует. Двигатель всего лишь генерирует энергию, которая заряжает батарею на 40 кВт-часов, которая, в свою очередь, питает всегда колеса. Таким образом, у нас невероятно динамичный 4,6 до 100 электрический автомобиль с мощностью почти в 500 лошадиных сил, с невероятным крутящим моментом, который приходит сразу моментально, здесь нет коробки передач. Это и есть современные технические технологии. Боже, друзья, какой кайф! Это эталон автомобиля, эталон управляемости. Здесь ощущается немецкая педантичность, здесь все на своих местах. Ощущение тонкого контакта с автомобилем. Ты буквально чувствуешь его на кончиках пальцев, хотя это не спорткар. Это и спортивная баранка с четкими помадочками и реакцией на руле. Это и оточенная подвеска, автомобиль прилипает буквально к дороге. Ну, то есть, все до нюансов. И вот, как даже педали газа, это же не самый мощный мотор, это самый базовый двухлитровый двигатель, которому добавили крутящего момента. Все равно, даже здесь ты ощущаешь вот эту немецкую педантичность и спортивные нотки. Вот за что все любят Порше. Что бы вы ни говорили, друзья, вот здесь на мосту Рейс и Порше свои стихии. Запах, звук, здесь все пронизано гонками. И даже в интерьере этого гражданского автомобиля, в экстерьере и в повадках сквозит автоспорт. Поэтому, макану себя дома. Ребят, о чем мы говорим? Сейчас у нас будет сравнительный тест с каким-то стартапом, с машиной, которая пронизана автоспортом, несмотря на свое сугубо гражданское предназначение. Ну, это хотя бы не Зикар, да? А вот и мы очень тихо. Роман, я... Просто на цыпочках, что называется. Я как бы начал немножко рассказывать людям про макан и про популярность этого автомобиля, что китайцы начали подделывать макан у себя, потому что настолько им нравится эта машина. Ну, я хочу тебе сказать, что за десятилетие работы в одном проекте с тобой, ну, просто уже я сразу понял, что это будет. Шесть миллионов рублей, как ты просил. Шесть миллионов рублей, ну, в общем-то... В одних руках 70 тысяч пробега, великолепное состояние. Собственно говоря, это и была главная задача. У нас был определенный бюджет, и в этом бюджете мы должны были выбрать один автомобиль классический ДВС спортивный, второй автомобиль, представляющий некую новую генерацию. Скажешь, электричество? Ну, ты тихо подкрался. Электричество. Но это такое электричество, которое можно никогда не заряжать от розетки. Никогда забыть о ней вообще. То есть я заправляюсь так же, как и ты, но только езжу всегда на электричестве. И называется это Sirius M5. Друзья, ну здесь вообще все просто. Я призываю вас проголосовать за Porsche Design. Не за конкретные автомобили, а за Porsche Design. Есть такая даже фирма, она делает очки, чемоданы, ручки, кроссовки. Все, это называется, это явление в дизайне Porsche Design. Два молотка. Исключительно дизайн. Вам сложно это осознать, но попробуйте проголосовать исключительно глазами. Porsche Macan или Sirius M5. Один молоточек. Sirius, у тебя два? Два. Два за Porsche. Обрати внимание, Ром, что с рестайлингом, вот с этим, со вторым рестайлингом, они убрали, здесь же были кнопки. Да. И теперь вот это все сенсорное, с отдачей. Но эти сенсоры настолько крутые, что если сюда проливаешь воду, например, они все равно работают. Но очень смешно. Ты же помнишь, как тут была куча кнопок в Porsche, да? Они зеркалили все это на потолок. Так же куча осталась. А теперь вот на потолке. А вот это, смотри, комбинация приборов, несмотря на то, что тут все цифры, здесь все аналоговое, стрелочки аналоговые. И, конечно, в центре у тебя тахометр. А где проекционный экран Porsche? В этой комплектации нет. Он бывает, но здесь нет. Ни в какой комплектации, здесь вообще ни в штамповке, ничего под проекцию нет. Нет, на самом деле, ты как бы, сам значок делает свое дело, да. А ты видишь, Porsche, помимо осознания, что это Porsche, вот что-то сверхъестественного такого, что чем сознание наделяет сакральным каким-то смыслом, здесь вот этого ничего нет. А вот это трогательная вещица. Да, это тоже из прошлого. Это просили оставить, это одометр. Посчитай количество физических кнопок в автомобиле. Слушай, ну это классно. А почему один подстаканник и одна штука? То есть тут ты... А, прошу прощения. Слушай, я хочу сказать, что на самом деле, мне сразу заинтересовал минимализм. Ну вот эти пулки классные, пулочки сбоку. Минимализм, да, все сенсорное. Это что сенсоры? Ну, нажимаешь на их, да. Часть управляется голосом. А ты психики у тебя вот там, с одной стороны... А, и обычные есть тоже, да. Так, ну что? Ты понимаешь, в чем дело? Я чуть не забыл о главной фишке этого автомобиля. Ты когда сел, нажал завести двигатель, ну, активировать электромотор и еще что-нибудь. Нет. Вот можешь в барах теперь с подвыпившими чуваками спорить, что он никогда в жизни не найдет кнопку старт-стоп. Да ладно, да хорош. Заглушка какая-то тут, заглушка на центральном тоннеле. Давай. Говорю, можешь спорить. Где? Ее просто нет. Меню. Ее не существует. Вообще. Ты садишься, открываешь дверь автомобиля, он уже активирован. Сам не поедешь? Ты садишься, нет, выбираешь, ну, драйв выбираешь и едешь. То есть тачка всегда уже типа заведена? Потом ты паркинг нажимаешь, выходишь, закрываешь, он закрывается автоматически. Закрываются две эти ручки, заезжают, и он выключается, сам все выключился. Это как электроприбор уходит в режим сна. Интерьер Макана шикарен. В нем непередаваемый стиль и дух гоночных автомобилей Порше. Но если мы добавим такие категории, как современность и насыщенность комплектации, то выигрывает Ceres. Кстати, современный Порше тоже больше напоминает Ceres M5 по размеру экрана и функциям. Но это уже совсем другая, прежде всего, ценовая категория. Да простят нас фанаты классики, но по сумме факторов в интерьере выигрывает Ceres M5. Слушайте, ребят, на самом деле странная ситуация. Мы не то, чтобы развалились в передних сиденьях, как сидели, как обычно. Нет, сидишь просто, ну, сел так, чтобы ехать. Я не смогу ездить в этом автомобиле, то есть у него надо ехать вот так. Подожди, секундочку, а регулируется спинка? Клавишами. Нет, а спинка не регулируется по наклону. А она просто в одном положении, да? Она не регулируется, она просто складывается. Все. То есть у вас вот такой угол. Температура. Это скорость вверху? Нет. USB-C, две штуки. Огромный тоннель. Ну, слушай, ну, в третьего человека я здесь... Да, блин, мне здесь одному не очень... Давай, давай, подстаканники, ну, два подстаканника. Я здесь одному не очень, честно говоря. Кстати, или что, подлыже, да? Нет. А изнутри надо открыть, видимо. Ну, видимо... Нет, он отсюда невозможно... А, может. О, целиком! Слушай, ну, здесь гораздо просторнее. Вот прямо смотри. А фишка знаешь в чем? Давай. Фишка в том, что тебе не нужны никакие карданные валы, тебе не нужны раздатки, тебе не нужны муфты, да. Нет, больше того. Тебе не нужно вообще думать о типе привода, тебе не нужно думать о коробке передач. У тебя просто два мотора по мотору на каждой оси, там батарея и маленький полуторалитровый двигатель под капотом. И поэтому колесная база вся принадлежит салону. И вот это и ощущаешь здесь. Слушай, ну то, что третий сядет нормально с ногами, это факт. По размерам Ceres точно играет уже в другом классе. Здесь просторно, а вот в Макане откровенно тесно для двоих взрослых. Снова 1-0 в пользу Ceres M5. Грузовые кнопочки, петли. Вот такие вот подполья, в котором сабвуфер, докатка, домкрат, доливка, щетка зимняя. Есть розеточка на 220 вольт. Я тебе хочу сказать, что у тебя 480. С подполья? Соглушка? Ну это нет, это просто розетка для... Я хочу сказать, что у тебя вот вместе с этим 480. Потому что так-то, конечно, разница будет не очень большая. Смотри. Давай. Выразительная задняя часть. Ну... Надпись. Потрясающее отсутствие какого-либо выхлопа. Кнопка открывания крышки багажника под дворником. Свежее решение. Ты прикалываешься? Свежее решение. А еще он может вот так открывать багажник. Ногой. Чего твой Макан не может. Кстати, удивительно. В Макане этой опции нет. Но они даже кнопку на дворнике содрали. И если уж говорить о бархате, оцени вот этот велюр. Велюр мягонький. Как аккуратно все сделано. А там отдельная панелечка. Причем такое ощущение, что на этой розетке должно быть много чего-то. Снизу вот этот блок. Зачем такой большой? 220. Там либо 220, либо какие-то кнопки еще должны быть управлением. Но здесь, в нашей версии этого ничего нет. Здесь мощно все запаяно. Поэтому 370 литров. То есть на 100 литров багажник меньше. Потому что подпол не считается. Его здесь нет. Нам сложно сейчас это промерить. Можно было промерить романами, например. Сколько войдет сюда, Романов, и сюда. Но я с трудом представляю себе рыбака, который будет поедать на ночную рыбалку на Макане. Я тебе хочу сказать, Паш, что здесь места больше, чем там. Потому что колесная база больше. И посмотри, у тебя спинки кресел упираются уже просто в притирку. В переднее. А у меня еще там большой запас. Понимаешь? Я по диагонали лежу, и при этом все равно не помещаюсь сюда вообще. Но панорама-то есть. Смотри. Панорама? Панорама есть, но это перекладина. Китайцы трогательно скопировали у Макана даже кнопку открывания багажника на дворнике. Но багажник Порше больше на 100 литров. Хотя у него нет возможности бесконтактного открывания ногой. Все-таки 1-0 в пользу Порше Макан. Не знаю, как там мучается Паша. У него тоже есть система кругового обзора. Но у него точно нет системы, по-моему, я не знаю, которая выводила бы вот так вот картинку с боковых камер. Я могу просто филигранно, просто как ювелир, нейрохирург выставить свой автомобиль. Когда разворачивается вот такая фигня... Так. Ей нужно больше. А когда вот такая... То есть колесная база тоже имеет значение. Конечно. Это просто длинная. И колесная база значительно больше. Но поскольку это машина для прекрасных дам, для девчонок, тоже, наверное, важно. Конечно. Иначе она собирала бы... Сейчас мы такого сексистского... Ладно. Ну да, это тоже важно. Просто потому, что это важно. Тут все понятно. 1-0 в пользу Порше Макан. 2-0 в пользу Порше Макан. Это машин вообще, который электроника будет видеть и ориентироваться по ним. И мы просто оценим качество парковки. А твоя не умеет это делать? Не, умеет, умеет. Да? А ну покажешь. Умеет, сейчас покажу. Давай, ты первый. Включаем поворотник. С какой стороны мы хотим искать место? Он тебе предлагает и так, и сяк. Ты видишь, ты можешь как угодно вообще... То есть ты выбираешь вообще, что хочешь. Вот сюда его. Вот так вот хочешь поставить его. Давай вот здесь пусть оно... То есть ты заранее указываешь, где ты хочешь. Он все отсканировал. А что это парковка? А если я начну парковку прямо отсюда? Начни. Вот прямо в этом месте. Опа. Слушайте. Обратите внимание на безопасность окружающей середины. Ты что-нибудь нажимаешь? Педаль нажмешь? Нет, вот... Ножки где? Ноги, покажи ноги. Убрал ноги, вот вообще убрал. Руки, ноги, все убрал. Ты даже на что? Слушай, я только... Я только... Это сейчас дополнительное место сам... То есть ты можешь выбрать место, ты можешь припарковаться. Даже у тебя вообще разметки нет. Ты просто сам выбираешь место, куда ты припаркуешь автомобиль. Офигеть! То есть вообще разметка ему не нужна. В данной комплектации Porsche Macan нет автопарковщика, поэтому мы сразу засчитали техническое поражение. Но с парковщиком с Service M5 тоже не все так просто. Автомобиль настолько продвинут, что способен ориентироваться в пространстве без ориентиров, разметки и других машин. Но в этом режиме он не видит препятствия, в чем мы убедились самостоятельно. Итак, машина паркуется туда, куда вы скажете. Поэтому ответственность полностью лежит на вас. Убедитесь, что место подходит, и машина туда сама встанет. Все-таки хотелось бы сюда привязать еще парктроники, и было бы совсем замечательно. Это у нас усложненная будет змейка. Слабо. Я хочу тебе сказать, что она будет осложнена тем, что ты должен будешь проехать по тому же маршруту, что проехал вперед. Ровно по тому же назад, задним ходом, ориентируясь на камеры. А ты не мог мне заранее сказать, у тебя экран-то вот такой, а у меня экран-то вот такой. Я говорю, частенько поставил ты их, будет хорошо, удобно как раз наоборот. Готов? Да. Раз, два, давай. Вообще хорошая трасса. Отлично. Лучшая. 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 Это что, я два конуса уложил? Да? Ты торопился. 38 секунд, 22 сотая. 38, 22. Это у нее там был такой огромный телевизор, чтобы ехать задним ходом. А мне придется вот по такому экранчику смотреть. На старт. Внимание. Марш. У нас все происходит громко. Давай, давай, давай. Тик-тик-тик-тик. Оп. Оп. Просто как ехать. Оп. Один конус чудом устоял. Просто чудом. Должен был, конечно, лечь. Кран-то совершенно не помощник. Совершенно не помощник. Все по зеркалам. Так. Зеркалам. Отойду на всякий случай. Зеркалам. Лам. Что было? Ты по экрану ехал обратно? Да. И он не искажает? Все нормально? Только по экрану. Ну, там он немножко искажает, но у тебя есть направляющая. Ты понимаешь, если направляющая проходит рядом с каким-то объектом, значит, ты рядом с ним проедешь. Слушай, удивлен. Здесь тоже все как бы есть. Здесь реально есть. Но ты понимаешь, что по зеркалам удобнее. Вот я поначалу попробовал. Фигня. Если бы не история с задним ходом, у Макана были бы все шансы. Но тут опять вмешиваются технологии. 1-0 в пользу с РСМ5. Вот это было торможение с 60. Немножко неожиданно, но так и реально происходит в обычной жизни. Сейчас отмечу кунусами свой автомобиль и уберу отсюда. Посмотрим, как оттормозится Роман. Так, это у нас задняя часть. Напротив ставлю. Это передняя часть. Призовем весь крутящий момент на помощь. 60. Обалдеть. Да ладно. Что, я раньше начал тормозить? Не, ну ты серьезно? А что, я не доехал до этих? До ворот? Да вроде доехал. На корпус. Удивительно, но с РСМ5 точно на таких же шинах Пирелли, что и Макан, сумел остановиться с 60 км в час на корпус раньше. 1-0 в пользу с РСМ5. Вот теперь настал момент истины. Проверим машину на гоночном треке уровня Формулы 1. Готов? Да. Наталь, внимание, пошел. Поехали. Ох, электричество. Побежали встречать. Не подведи. Кстати, с машиной. Как ни крути, но тем не менее, Сирис это гражданский и очень комфортный кроссовер для городского, загородного, шоссейного использования, но вовсе не для трека. Хотя спортивный ген у него в крови. Исходя из того, что у него невероятный крутящий момент, у него почти полтысячи лошадиных сил и полный привод, умная передача крутящего момента по осям. В общем, все у него есть для того, чтобы быть очень быстрым. Но момент, ребята, момент приходит здесь, конечно, молниеносно. 2 минуты 17 секунд и 51 сотая. Друзья, ну, надо понимать, что это обычный гражданский проезд по неполному кольцу. Люди, которые приезжают сюда на 3 дни, улучшают свое время, тренироваться показывают совершенно другие результаты. Кстати, хотите прокатиться? Сессия 15 минут 4 тысячи рублей. Почти каждую неделю здесь проходят такие 3 дни. Годятся можно практически на чем угодно. Очень рекомендую. Адреналинчик. Так, ну сейчас мы едем с Маканом. Машина сейчас набережем шины, тормоза. Едем просто чуть-чуть быстро в спорт режиме. Никаких гоночных амбиций. Даже не знаю, сможем поехать быстрее или нет. Посмотрим. На старт, внимание, марш! Вот это вот, я уже отвык. Честно говоря, провел всего лишь день в компании «Серис» и уже отвык от вот этого. Надо же! Бережем, бережем всячески машинку, шины и все остальное. Поэтому никаких резких атак, ничего, ни заносов. Едем 70% возможностей автомобиля и 50 меняй или наоборот. То есть едем очень в сидящем, аккуратном режиме. Как она перестреливает? На третью передачу сбрасывает такой отстрельчик, а! Ну красота же! Ну красота же! Пошла третья минута. Хоть бы с ним ничего не случилось. С бензиновым Маканчиком. Это спортивная машина. Знаете, это вот не желтые брызговики, это не какие-то спойлеры, придуманные, наклеенные. Это машина изначально по характеру спортивная. Ну вот результат. Две минуты, 26 секунд и еще 30 сотых. Против лошадиных сил не попрешь. «Серис М5» с легкостью привозит Макану 6 секунд с круга «Москва Рейсвей». 1-0 в пользу «Серис М5». За счет чего же быстрее гибрид мы решили замерить динамику наших автомобилей на стартовой прямой «Москва Рейсвей». Несмотря на то, что «Серис М5» не смог показать заявленные характеристики, вероятно, из-за того, что батарея была не полностью заряжена, он все равно безоговорочно выигрывает у «Порше Макан». В соцсетях Телекал Автоплюс 67 на 33 за Макан. Потому что это бренд с историей, потому что это крутой дизайн, ну потому что это то, что было давно, это опора, это столб, это символ, это то, что появилось недавно. И, кстати, ну, ребята, они же поглядывали на Макан, когда нарисовали эту машину. По итогам сегодняшнего сравнения, с отсчетом 7-3 последовательный гибрид «Серис М5» побеждает «Порше Макан». Вот ты, Павел Федоров, сейчас у тебя 6 миллионов рублей, поддержанный «Макан». Однушка в Биберево. Ты знаешь, что на первом ТО, что на первом ТО ты будешь делать с этим автомобилем? Подкачка шин? Подкачка шин и проверка резинок дворников. Все? Коробки передач нет, никакой трансмиссии полноприводной нет, есть просто два электромотора. Ну, то есть, по сути, все очень просто, при этом очень технологично, с нереальным запасом хода и 500 коней под капотом, 500 коней! Релки, палки, ну, в общем, что говорить? Здесь, вы знаете, здесь можно выйти за рамки даже конкретного сравнения, потому что вот то, о чем сейчас говорит Роман, это путь всего автопрома. По-моему, все смекнули, что чистое электричество, это тоже сейчас не прям вот завтрашний день. И если бы при электричке был бы здесь «Тайкан», правда, он стоил бы сумасшедших денег. Сейчас весь мир смотрит в сторону гибридов, потому что это здесь и сейчас, независимо от розеток и всего прочего. 20 минут, 20 минут еще есть, поехали. Да? Аккуратно. Ну, разве что, чуть-чуть. Ну, быстро. Один кружок, один кружок, он же дома. Чуть-чуть, поехали. Друзья, самое главное, что выбор, как всегда, есть. Поддержанный старый «Макан», если у вас такая машина, не расставайтесь. Это суперавтомобиль, и новый, следующий вы купить такой себе сможете нескоро. Тем более, что «Макан» новый, электрический. Что бы он вам ни сказал, вы знаете, кто победил в сегодняшнем тесте. Вы знаете.